Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Чтобы ответить на этот вопрос, у вчерашних школьников осталось совсем мало времени. В стране завершается приемная кампания в ВУЗы. 25 июля – последний день приема документов. В зале приемной комиссии ЧГПУ пустына. Большинство абитуриентов с будущей профессией уже определились. Не первый год высшее руководство страны призывает молодых россиян осваивать технические специальности. Однако у стенда, к примеру, физико-математического факультета сотрудники явно скучают. Абитуриентов мало на одной из специальностей. Здесь 20 бюджетных мест и 22 заявления. Люблю математику, информатику, люблю вычислительные всякие системы, программы. Таких, как Наталья, немного. Судя по всему, большинство выпускников школ по-прежнему относят себя к разряду лириков. Подают документы даже на те факультеты, где бюджетных мест нет. Так, один из наших собеседников выбрал управление персоналом. Организовывать на работу персонала на предприятии, проводить собеседование, организационные процессы, связанные с работой с коллективом. Я думаю, что с такой специальностью работа на те несложна. Впрочем, так осознанно о выборе специальности, опять же, гуманитарные говорят не все. Не знаю, она сама знает. Ну, просто хочу сюда. Зато инженерные профессии часто выбирают те, кто получает второе высшее образование или поступает в университет после училища техникумов. Кстати, с этого года последним для поступления не требуется сдавать ЕГЭ. Они могут поступать в высшие учебные заведения без единых государственных экзаменов. А сдавая эти вступительные испытания в ВУЗах, вот нашему как раз Чувашнему государственному педагогическому университету, мы принимаем таких абитуриентов с нашими вступительными испытаниями. Подлинники документов в ВУЗах будут ждать до 4 августа. Кстати, в ЧГПУ рейтинги абитуриентов в этом году на бумаге не печатают. Найти свою фамилию в заветном списке поступающие могут на сайте приемной комиссии. Продолжение следует...